Благотворительный фонд «Это чудо» Этот период сложен вдвойне. От того, кто окружает ребенка в этот период, какую поддержку оказывает, зависит успешность его самостоятельной жизни. Это шея получается у нас. Вот мы уже начали. Рынь. Вот это туловище у нас будет. Это семья аистов у нас будет. Это у нас еще аистята. У нас еще будет мама и папа. Это у нас сейчас будут аистята, потому что из мелких модулей. Весь детский дом, в котором вот уже два года живет Никита, готовится к конкурсу под названием «Аист. Символ мира и добра». Никита с Ларисой Николаевной несколько дней складывают детальки для модульной скульптуры. Техника оригами Никите нравится. Они успокаивают. Если ты злишься, можно взять, сесть и делать. Злиться Никита не часто. Он добрый, веселый и дружелюбный парень. Но жизнь есть жизнь. И иногда приходится испытывать отрицательные эмоции. Ну, если там кто-то обзывается. Настроение есть, он все сделает. И стопочку закончит, и вторую. И друзьям поможет. А вот если настроения нет, то вот настроение у нас, мальчик, настроение. Самое лучшее настроение – это по праздникам. День рождения. День рождения. Восьмое марта. Масминца. Все праздники люблю. Людям дарят подарки, радости. Никита любит не только получать, но и дарить подарки. Благо, у него есть кого порадовать. У меня друг. Максим, Ярик, Никита, Денис. Много у меня друзей, я немного перечислить. Они добрые. Всегда поймут, если там что-то произошло. С удовольствием Никита общается и со взрослыми. Уверен, с ними всегда есть, что обсудить. Да и советы их тоже пригождаются в жизни. Они тебе плохого никогда не сделают. Они учат, что надо делать, что нельзя. Не будут давать плохих советов. Словом, обзавестись еще одним взрослым другом Никиты не против. А дружить он умеет. Не жалеет на друзей ни времени, ни сил. Все знают, что он лучше всех из мальчиков готовит. И раскрутить его на ужин достаточно легко. Фирменное блюдо Никиты – жареная картошка. К процессу приготовления он подходит с мужской тщательностью. Терпеливо крошит, аккуратно перемешивает, в нужное время солит. И блюдо неизменно получается таким, как надо. Вкусно? Вкусно! Вкусно. Но главная любовь в 13-летней Никитиной жизни – бокс. Когда он жил в приемной семье, занимался в секции. А попав в детдом, забросил. Настроения не было. Но спортивные трофеи хранит и по занятиям скучает. Очень любит спортивные игры. Очень любит движение. Ему нужно постоянное движение, постоянное. Если он будет не в движении, он начинает всех мучить. Он кому-то подойдет, что-то сделает. Вот постоянно ему надо задавать вот этот темп. Никита, пошли туда. Никита, давай сделаем это. Никита, давай почистим снег. Никита, давай поможем тому. Никита, давай поможем этому. Понятно, что на предложение заглянуть в физкультурно-оздоровительный комплекс Никита моментально согласился. А там его ждал сюрприз. Здорово, Никита. Меня зовут Валерий Янович. Собирь моя Лаптев. Я боксер. А ты? Тоже. Обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и СССР. Президент Федерации бокса Чувашия Валерий Лаптев много лет тренирует ребятишек. Вместе с коллегами по спортивной школе имени Валериана Соколова вырастил не одно поколение крепких и удачливых спортсменов. И глаз у него наметанный. Ну давай, посмотрим. Руки на месте должны быть. Руки голову защищают. Вот здесь руки. Хорошо. Дважды Никиту просить не пришлось. За несколько минут он успел показать все, что умеет. И даже позаниматься с тренером на ринге. Не торопись, не торопись. Спокойно. Левый, не волнуйся. Вот. Ты готов ходить? Сколько раз в неделю? Три раза готов? Да. Тогда мы договорились. Только сильно не жми. Нетрудно догадаться, что в школе бокса Никите очень понравилось. И, конечно, он готов ходить на тренировки. Но необходимо придерживаться правил, раз и навсегда установленных в этом серьезном спорте. Боксеры – это все дисциплинированные люди. Знаешь об этом, да? Поэтому у нас как бы с дисциплиной порядок. Не исключено, что Никита станет известным спортсменом. Возможно, со временем появится в Чувашии еще одна школа бокса. Уже его имени. Никита готов идти к победам. И поддержка друзей ему необходима. Другом и наставником можете стать вы. Помочь проекту можно, отправив СМС со словом «Наставник» на номер 3434. Стоимость СМС – 50 рублей. На номер 3434. Поддержка проекта. Министерство образования и молодежной политики Чувашии. Национальная телерадиокомпания «Чувашии». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, представленного фондом президентских грантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова